Третья книга царств. Глава семнадцатая. Илья из Тежбы Гелацкой сказал Ахаву, «Жив Господь, Бог Израиля, в Которому я служу, в ближайшие годы не будет ни росы, ни дождя, кроме как по слову моему». И было к нему слово Господня. «Не оставайся здесь, иди на восток, и скройся у потока Керит, что к востоку от Иордана. Ты будешь пить воду из этого потока, а кормить тебя я велел воронам». Он отправился в путь и поступил по слову Господню, скрылся у потока Керит, что к востоку от Иордана. Вороны приносили ему хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером, а пил он из потока. Но прошло время, и поток пересох, потому что во всей стране не было дождя. И было к Ильи слово Господня. «Иди в Сарепту, что около Сидона, и поселись там. Я велел там одной вдове заботиться о твоем пропитании». Он отправился в Сарепту и при входе в город увидел вдову, собиравшую хворост. Он обратился к ней с просьбой. «Принеси мне в кувшине немного воды». Она отправилась за водой, но он опять обратился к ней с просьбой. «А еще принеси мне немного хлеба». Она ответила, «Жив Господь, Бог твой. Нет у меня хлеба, ни крошки. Есть пригоршня муки в катке и немного масла в кувшине. Набрала я пару вязанок хвороста, пойду испеку хлеба себе и сыну. Съедим это, а дальше голодная смерть». Илья сказал ей, «Не бойся. Иди и делай, что собиралась. Но сначала испеки маленькую лепешку для меня и принеси сюда, а потом приготовишь себе и сыну». Вот что говорит Господь, Бог Израиля. «Не закончится мука в катке и не иссякнет масла в кувшине, пока не пошлет Господь дождь на землю». Она пошла и сделала, как сказал Илья. И с того дня было еды в доме, сколько нужно для нее, для Ильи и для всех ее домочадцев. Мука в катке не заканчивалась, и масло в кувшине не иссякало по слову Господню, которое он возвестил через Илью. Спустя некоторое время заболел сын той женщины, хозяйки дома. Болезнь его усиливалась, и он перестал дышать. Тогда она сказала Илье, «Какое тебе до меня дело, человек Божий? Ты, видно, пришел напомнить мне о моей вине и умертвить моего сына». Он ответил «Дай мне твоего сына». Он взял его у нее с коленей и поднялся в верхнюю комнату, где жил, и положил на свою постель. И воззвал он к Господу, «Господи, Боже мой, неужели и вдове, у которой я живу, Ты причинил горе, умертвив ее сына?» Трижды простирался он над телом ребенка и взывал при этом к Господу, «Прошу тебя, Господи, Боже мой, верни дыхание жизни в тело ребенка!» Господь услышал молитву Ильи, и ребенок задышал и ожил. Взяв ребенка, Илья спустился с ним из верхней комнаты дома и отдал его матери со словами «Смотри, твой сын жив». И ответила Ильи женщина «Теперь я знаю, что ты человек Божий, и в твоих устах поистине Слово Господне». Глава восемнадцатая Прошло время, и на третий год было к Ильи Слово Господне. «Иди и предстань перед Ахавом, и я пошлю дождь на землю». Илья пошел, чтобы предстать перед Ахавом. В Самарии был тогда жестокий голод. Ахав призвал Авдия, управляющего дворцом. А Авдий глубоко почитал Господа. И когда Езавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, спрятал их в двух пещерах по пятидесяти человек в каждой, и доставлял им хлеб и воду. Ахав сказал Авдию, «Пройдем по стране, по всем водным источникам и речным руслам. Может быть, найдем траву, прокормить лошадей и мулов, чтобы не пришлось резать весь скот». Они разделили между собой страну, кто куда пойдет, и Ахав пошел в одну сторону, а Авдий — в другую. По пути Авдий встретил Илью, и, узнав его, пал Ниц и спросил, «Ты ли это владыка мой Илья?» «Да, я», — сказал тот. «Иди и сообщи своему владыке, что Илья здесь». «Чем же провинился я, что ты предаешь меня своего слугу Ахаву на верную смерть?» — ответил Авдий. «Жив Господь, Бог твой! Нет такого народа и царства, куда мой владыка не посылал бы искать тебя, и когда говорили ему, что тебя там нет, он заставлял тот народ или царство поклясться, что они действительно не могли тебя отыскать. А ты теперь говоришь, иди и сообщи своему владыке, что Илья здесь. Едва я оставлю тебя, как дух Господень унесет тебя неведомо куда, я приду и сообщу Ахаву, а он, не найдя тебя на месте, убьет меня. А ведь я, твой слуга, благоговею пред Господом с юности. Разве не сказали владыке моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Я спрятал сто пророков в двух пещерах, по пятидесяти человек в каждой, и доставлял им хлеб и воду. А ты теперь говоришь, иди и скажи своему владыке, что Илья здесь. Он убьет меня. Илья ответил. Жив Господь воинств, которому я служу. Сегодня я сам предстану перед Ахавом. Авдей отправился к Ахаву и сообщил ему об этом. И тот вышел навстречу Ильи. Едва завидев Илью, Ахав воскликнул. Ты ли это виновник всех бедствий Израиля? Не по моей вине постигли Израиль эти бедствия, ответил ему Илья, а по твоей, и по вине рода отца твоего. Вы отвергли повеление Господни и пустились вслед за Ваалами. Так пошли теперь гонцов за всеми израильтянами, собери их мне на горе Кормил, и пусть придут четыреста пятьдесят пророков Ваала и четыреста пророков из рощ, посвященных Ашере, которые кормятся со стола Иезавели. Ахав послал гонцов по всему Израилю и собрал пророков на горе Кормил. Илья вышел к народу и сказал, «Долго ли вы будете метаться из стороны в сторону? Если Господь ваш Бог, так идите за Ним, а если Ваал, то за Ним». Но народ не ответил ему ни слова. Тогда Илья сказал народу, «Из пророков Господних здесь лишь я один, а у Ваала четыреста пятьдесят пророков. Пусть дадут нам двух тельцов, и они выберут себе одного, рассекут его на части и положат на дрова, но огня пусть не зажигают, а я приготовлю другого тельца, положу его на дрова, но огня зажигать не стану. И вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ. «Выберите себе тельца, сказал Илья пророкам Ваала, «и приготовьте его первыми, ведь вас так много. Призывайте имя своего Бога, но огня не разводите». Они взяли одного из двух предложенных им тельцов, сделали все, что нужно, и стали призывать имя Ваала. С утра до полудня они кричали, «Ваал, ответь нам!» Но ни звука не было им в ответ. Они продолжали скакать вокруг жертвенника, который соорудили. В полдень Илья начал над ними насмехаться. «Зовите погромче, ведь он — Бог! Может, он задумался, или отлучился куда-нибудь, а может, заснул, так проснется». Они стали кричать громче и колоть себя по обычаю мечами и копьями, так, что полилась кровь. Прошел полдень, и они безумствовали вплоть до вечернего жертвоприношения, но ни звука не было им в ответ. Ничего. Тогда Илья сказал народу, «Подойдите ко мне». Все подошли, и он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Илья взял двенадцать камней по числу колен, сыновей Иакова, которому было слово Господне, «Будет имя тебе Израиль». Из этих камней он устроил жертвенник во имя Господня и вокруг прокопал канаву, в которую вместилось бы две меры зерна, около пятнадцати литров. Он разложил дрова, рассек на части тельца и положил на дрова. Затем он велел наполнить водой четыре кувшина и вылить воду на жертву всесожжения и на дрова. Так и сделали. Он велел сделать так же во второй и в третий раз. И это было исполнено. Так что вода растеклась вокруг жертвенника и даже наполнила канаву. И когда настало время вечернего жертвоприношения, пророк Илья подошел к жертвеннику и произнес. «Господи, Боже, Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты, Бог в Израиле, а я слуга Твой и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, что Ты, Господь, Бог. Тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все полениц восклицая «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илья сказал им «Хватайте пророков Ваала, чтобы никто не убежал». Схватили их, привели к потоку кишон, и там Илья их перебил. Илья сказал Ахаву «Иди, ешь и пей, уже слышен шум дождя». Ахав отправился есть. А Илья взошел на вершину горы, кормил, пал на землю и скрыл лицо между коленей. «Иди и посмотри в сторону моря», велел он слуге. Тот пошел посмотреть и ответил «Там ничего нет». Но Илья велел ему сделать так семь раз. На седьмой раз тот сообщил «Облако с человеческую ладонь приближается с моря». «Иди и передай Ахаву», велел Илья, «Чтобы запрягал и уезжал, а то не сможет проехать из-за ливня». Мало по малу небо потемнело, обложенное тучами, поднялся ветер и начался сильный ливень. Ахав сел в колесницу и поехал в Израиль, а с Ильей была сила Господня. Он подоткнул полы одежды своей и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Книга притчей Соломоновых Глава третья Сын мой, не забывай наставления моих, заповеди мои сохрани в своем сердце, ибо это даст тебе долголетие, лет жизни в благоденстве. Божья любовь неизменная и верность да не покинут тебя. Повяжи их себе на шею, запиши на скрижалях сердца своего, и обретешь милость и добрую славу у Бога и у людей. Уповай на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум, не забывай его на всех путях твоих, и он сделает стезю твою прямой. Не считай себя мудрым, пред Господом благоговей и избегай зла и тело твое обретет здравие, а кости крепость. Чти Господа дарами от своего достатка, из первых плодов каждого урожая, и амбары твои будут ломиться от зерна, молодое вино в довильнях будет течь через край. Сын мой, не отвергай наставления Господнего, от поучения его, не отвращайся, ведь кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец желанного сына. Благо тому, кто достиг мудрости, кто обрел здравомыслие. Больше прибыли от мудрости, чем прибыли от серебра, и дохода от нее гораздо больше, чем от чистого золота. Ведь мудрость дороже жемчугов, не сравнится с ней никакая прихоть. В правой руке у нее долголетие, в левой богатство и слава. Все пути ее пути радости, все стези ее благоденствия. Древо жизни она для всех, кто ею владеет и благо дарует тем, кто за нее держится. Премудростью Господь основал землю, небеса утвердил разумом, мыслью его разверзлись бездны и облака источают на землю росу. Сын мой, да будет это всегда перед очами твоими. Храни здравомыслие и рассудительность. Они будут средоточием твоей жизни, украшением на груди. По дороге своей пойдешь без опаски и не споткнешься. Ложиться спать будешь без боязни, ляжешь и сон будет в радость тебе. Не будешь бояться ни внезапной беды, ни погибели, что грозит нечестивцем, ибо Господь будет твоей надеждой и не даст тебе ступить в западню. Не отказывай в благодеянии страждущему, если в силах оказать его. Не говори ближнему, ступай, приди потом, помогу тебе завтра, если у тебя есть что дать. Не замышляй зла против ближнего, против соседа, который тебе доверяет. Не ссорься понапрасну с тем, кто не причинил тебе зла. Не завидуй злодею, на путь его не вступай, ибо коварный человек отвратителен Господу. Но к праведным он благоволит. На доме не чистивца проклятие Господа, а жилища праведников он благословляет. Над насмешниками посмеется Господь, а к смиренным он милостив. Мудрые наследуют славу, а глупых ожидает бесчестия. Второе послание апостола Павла христианам в Коринфе. Глава пятая Мы ведь знаем, когда бы ни был разрушен земной наш дом, наше временное пристанище, у нас есть на небесах нерукотворный, вечный, Богом приготовленный дом. Теперь же в нынешнем своем теле нам остается вздыхать, стомясь желанием облечься в небесное наше жилище. Только в таком одеянии мы не окажемся нагими навсегда. Оставаясь до времени здесь, в бренной хижине нашей, мы сокрушаемся, неся свое бремя, но хотим нераздетыми оказаться, а облечься в наше небесное жилище, дабы смертное поглощено было жизнью вечной. Такую судьбу уготовил нам сам Бог, в залог сего Он и Духа дал нам. Вот почему мы всегда спокойны и знаем, что, обитая в теле своем, мы пребываем на чужбине, вдали от Господа, и живем мы верою, а не видением. Мы спокойны, повторяю я, и уже теперь предпочли бы расстаться с этим телом и обосноваться в доме своем у Господа. А потому цель наша в том, чтобы угождать Ему всегда и всюду, в доме ли мы или на чужбине. Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно открытыми пред судом Христовым, чтобы каждый получил по заслугам за все то, что сделал Он в земной своей жизни. И за добрая, и за плохое. Благоговея перед Господом, мы стремимся людей убедить. Богу же мы хорошо известны. Надеюсь, что также известны и вашей совести. А говорим мы об этом снова не для того, чтобы возвеличить себя перед вами, но с тем, чтобы дать вам повод хвалиться нами, чтобы было у вас что сказать всякому, кто гордится своими внешними преимуществами, а не тем, что у него на сердце. И если мы безумны были, то это ради Бога. Если же в здравом уме, то это ради вас. Нами движет любовь Христова с тех пор, как мы пришли к убеждению, один умер за всех, значит, умерли все. Христос за всех умер, дабы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Так что ни о ком отныне мы не судим только по человеческим понятиям. Если прежде мы и Христа так понимали, то теперь уже не так знаем Его. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Для Него прежнее ушло, стало все новым. И все это от Бога. Он примирил нас с собой через Христа и поручил нам служение примирения. Я имею ввиду, что Бог через Христа примирял с Собою мир, не вменяя людям вину их преступлений. И Он доверил нам слово примирения. Мы стало быть посланники Христовы. И мы, как если бы сам Бог взывал к вам через нас, просим от имени Христа примите Богом даруемое вам примирение. Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в нем стали сопричастны праведности Божией.